Привет друзья, с вами Варчик. В этом видео я вам расскажу про нечастого гостя на моем канале, про ПТшку без башни. Я такой геймплей особо не люблю, поскольку он чаще всего неудобный, неприятно на таком играть и участвовать в бою на таких танках попросту невозможно. И весь бой ты просто мучаешься, вместо того, чтобы участвовать со всеми в бою, наслаждаться каким-то геймплейчиком, то на большинстве ПТшках ты просто ничего не можешь делать. Ну вот сейчас я вам покажу, наверное, одного из немногих представителей ПТшек без башни, которая мне действительно нравится. Canon Jagdpanzer 105, премиумная немецкая ПТшка, на которой я играл всего ничего, когда она появилась у меня в ангаре в аренду на 14 дней. Я на ней немножко покатал, она мне сразу понравилась, но особо некогда было на ней кататься, поскольку там всякие ранговые бои, линии фронта и так далее. Один стремец когда-то на ней сделал и все. Вот сейчас ее добавили в продажу по скидке, я как и обещал вам, сразу ее купил, не глядя и в принципе еще покатал на ней. В принципе ничего не изменилось. Танк мне как нравился, так и продолжает нравиться. Давайте расскажу, почему мне нравится ПТ без башни именно это. Но остальные ПТшки без башни, практически все, мне не доставляют никакого удовольствия. Есть еще парочку там бронированных ПТ, но это скорее уже тяжи, они мне тоже нравятся, но это совсем другая история. Кэнон Яхтпанцер 105 нравится мне следующим. Невероятная скорость, удельная мощность около 20, максималка 70. Глядя в бою на карту и анализируя ситуацию, можно в принципе в любой момент быть в любом месте, где ты хочешь быть и приносить пользу себе и своей команде. И это невероятно круто. Следующее, что мне очень сильно нравится, это удобство. Невероятно удобно стрелять с этой ПТшки. Хоть и нет башни, у нас есть УВНы, пушка влево-вправо, в принципе более-менее поворачивается. Стрелять удобно. Также еще в комфорт стрельбы входит скорость полета снаряда. 1500. Снаряд летит молниеносно. Стрелять очень приятно. Точность офигеннейшая. Скорость введения невероятная. 1.8. Стрелять одно удовольствие. Менять фланги, позиции тоже очень классно и быстро. Плюс у нас еще маскировка. Одна из лучших на уровне. Маскировка лучше только у СТРВ-С1. И то всего лишь на одну единичку. Это практически никакой разницы. Но на СТРВ-С1 вы не сможете так быстро менять фланги. Она еле ездит. Плюс там еще осадный режим. А здесь нету никаких осадных режимов. Все что вас ограничивает это ваши руки, карты и союзники с врагами. А так вы можете делать все что угодно. Вам не нужно ни входить никуда, ни выходить. В любой момент когда вы хотите и куда-то лететь со скоростью 70 км. Вы просто летите. Все. Также пробитие под калибром 268. Этого более чем достаточно чтобы пробивать все что вы встретите в бою. Если вам кажется что этого недостаточно. Кумулятив 330 пробьет любое рыво самого бронированного хряка которого вы встретите в рандоме. Вот у нас уже вырисовывается картина. Невероятная скорость. Офигенное удобство. Плюс маскировочка. И одна из лучших пушек на уровне. Что еще нужно этому танку? А в принципе у него больше ничего и нет. ХП штукарь. Этим особо не поторгуешь. Но это нам и не нужно. Зачем торговать своим ХП если у нас есть такая скорость и такая пушка. Плюс у нас есть еще удобство. Мы можем играть через рельеф и не подставляться. Если мы не стреляем и стоим. То в принципе нас засветить очень тяжело. Даже в открытом поле. Если мы едем конечно чуть легче нас засветить. А вот после выстрела рекомендую лучше прятаться. Поскольку после выстрела маскировка исчезает очень сильно. Поэтому либо стреляйте сдалека. Либо после выстрела отъезжайте. Благо скорость назад хорошая. Самый главный минус этого танка. Который вам очень сильно не понравится. Это броня этого танка. Казалось бы у такого танка не должно быть брони. Согласен брони не должно быть. Но не настолько чтобы арта каждым выстрелом пробивала. Плюс еще она так красиво пробивает. Что часто после этого пробития этот кэнон еще и горит. Это самый большой минус. То что оно пробивается фугасами. Особенно артой. Крыша корпуса этой птшки почти не имеет никакой брони. Арта пробивает крайне часто. Практически всегда когда попадает по вам. Прямым попаданием. Поэтому если вы светитесь а в бою есть арта. Лучше на месте не стоять. Лучше уже пусть сплэшем там попадет. Или еще как нибудь. Но не прямым. Любое прямое попадание от арты сразу может закончиться ангаром. И это печально. Казалось бы у танка все идеально. Все прекрасно. Но в картошке всегда так. В бочке меда должна быть лопата дерьмища. Этот танк как и многие другие. Очень сильно выиграет. Если на песочнице изменения по фугасам дотестируются уже наконец. И выйдут в релиз на основных серверах. Но когда это будет непонятно. В целом мне эта птшка нравится очень сильно. Даже на городских и неудобных всяких картах. Можно что-то придумать. И попробовать пострелять. Иногда даже пользоваться маскировкой. На париже. Завалив какие-нибудь деревья. Но после выстрела обязательно нужно думать где мы будем прятаться. Потому что на коротких дистанциях после выстрела вы светитесь по-любому. Также еще очевидно что на этом танке очень сильно решают руки и скилл. Поскольку есть неимоверная скорость. То нужно очень много думать тактически и быстро. И при этом не ошибаться. Чтобы правильно использовать эту скорость. И выжать из нее максимум пользы. А для этого нужно весь бой быстро, четко и правильно думать. Поэтому как говорится отрастил скилл имеешь право нагибать. С вами был Варчик. Играйте красиво. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...